Несколько дней назад в открытый микрофон обратились жители улиц Кирова и Кольцевая. Их просьба убрать знак «Кирпич» на въезде в Химки со стороны Правобережной. Ведь из-за него, чтобы заехать в городской округ, необходимо делать крюк по Ленинградке. Химкинская администрация обсудила этот вопрос. О том, какое вынесено решение, вы узнаете прямо сейчас. Этот знак «Кирпич» установили в позапрошлом году, чтобы уменьшить непрерывный поток транзитного транспорта. Через центр городского округа Химки. Но за чертой оказались жители некоторых домов по улицам Кирова и Кольцевой. Мы, жители этих домов, вообще этого получается как бы уже анклава, то есть оторваны от города Химок. И не можем ехать, допустим, сюда в старые Химки по улице Кирова. Вынуждены возвращаться обратно по улице Правобережной, выезжать на Ленинградское шоссе. И дальше уже въезжать в город Химки. Глава администрации городского округа Владимир Слепцов с коллегами обсудил этот вопрос. До этого он неоднократно поднимался на совещаниях различного, в том числе самого высокого уровня. И в конце концов было принято решение о том, что кирпич необходим. И не просто так кто-то захотел повесить знак. То есть ситуация гораздо больше может усугубиться, если этот знак снять. И тогда многие жители, которые здесь живут, просто взводят от того трафика, который здесь пойдет. Улица Кирова – оживленный участок городского округа. Здесь много школ, детских садиков, скверов, где гуляют мамы с колясками. Решение об одностороннем движении принято прежде всего в их интересах. Прелесть одностороннего движения в том, что именно экология, именно безопасность, именно спокойствие за детей, которые шли, следуют в общеобразовательную школу и в школу искусств. Это прежде всего наша безопасность наших детей. Чем меньше машин, тем лучше воздух. Конечно, чем меньше будет транзитного транспорта через Химки, конечно, вы жителям лучше. В Химкинском ГИБДД считают, что жители улицы Кольцевой преувеличивают свои неудобства. Что ему конкретно мешает? Столичных метров проехать? Либо его ребенок гуляет по улицам и дорогам, и скверам в безопасном состоянии. Правильно? Что важнее ему, этому заявителю? Для транзитного транспорта есть путь по улице Маяковской. А для жителей Кольцевой – въезд в городской округ через Спартаковскую. Таким образом, движение по Кирову останется односторонним. За исключением дней, когда на стадионе «Арена Химки» будут проходить крупные спортивные мероприятия. Алексей Житких, Михаил Чураков, Служба новостей.